Всех приветствую, дорогие друзья! Остался буквально один день, да, ну даже меньше одного дня до битвы блогеров, старт битвы блогеров. Завтра у меня первый стрим в 8.30 утра, держу в курсе. Я вчера как белый человек лег спать нормально в 2 часа ночи. Да, напомню, что завтра с 9 утра вы уже можете начать голосовать. И я уже говорил, что все, кто говорит, что в боях будет решать скилл, нет, будет решать массовость. За кого больше всего людей вступит, тот и победит. А почему? А потому что за победу дают 4 очка, а за поражение 2. Ну, естественно, этим же надо игрокам играть. Только тогда можно будет набивать очки. Но мы берем в среднем, если посчитаем, то да, за кого больше всего вступит, те и победят. По-другому никак, потому что слишком маленькая разница между победой и поражением. Но будет вот такая тема, которую вам надо будет потом предоставить. Смотри, есть настройки. Есть настройки, как играет, например, Evil, Grani, Nidin. Вот, к примеру, Extreme. У меня мои настройки, Нирью, Анатолич, машину над фоткой, кстати, добавить будет. Вот, Triss. И, например, нажимаем мы Evil, Grani. Вот это, которые изменены. И вот, например, аркадный прицел. У меня такой процент скорости, у него вот такой. У меня снайперский столько. И если я хочу его применить, я просто его применяю. И все. Вот. А если я хочу, например, сделать снайперский прицел как у себя, аркадный, как у него, я вот так нажимаю, потом применить. Вот. В общем, есть вот такие настройки. Можно сразу галочки скрывать, которые у нас повторяются. И таким образом можно взять любого, любого. Ну, там список появится, потом больше стримеров. Больше стримеров будет. Например, настройки вот тут DPI-мышки указано, какой вообще в компе настроен. И различные настройки сенсы, прицелы и все остальное, как у, там, вот как у Нира, например. Я раз применил и нажал как у Нира. Вот. Также, также, также. Будет очень удобная тема. То, что можно сохранить свои настройки, попробовать эти, не понравились, вернуться к своим. По поводу, по поводу, по поводу, по поводу сливания серебра и всего остального. Тут хороший вопрос. Смотрите, за поражение, ну, понятно, что всем хочется победить, но если играть чьи без голды вообще, ты в минус будешь уходить или нет? Да, будешь, это десятки. Можно подобрать некоторые танки, которые хорошо пробивают основными вот тот же прожетка. Д-268. С ИСТ-шки, еще ИСТ-шки можно брать. Ну, подожди, играя на ББ, ты, Фабер, не можешь в минус уходить вообще никак. Если ты хотя бы там две тыки дашь. Хотя бы две тыки дашь какие-нибудь, ты в минус не должен уходить. Ну, этого надо засечь, ну, завтра посмотрим. Ну, а хотя нет, завтра на результат будем потеть. Поэтому... Минус обычно это, если вы ничего не дали за бой, или очень много там куда-нибудь... Плюс у тебя дал паек, ремка дорогая, аптечка. Ну, эти вот здесь, надо все бюджетное по максимуму ставить, тогда... Думаю, люди смотрят, такие, ну нахер. Нет, так они поймут наконец-таки, что на встречке надо на захват ездить, а не на ущелье в Ласвеле. Да, так я... Я даю привет всем, кто в ущелье ездит на Ласвеле на встрече. Так в этом, понимаешь, вот, ну, что такое обучение? Привет, Звукс. Обучение, это не значит, что... Ты такой, вот, смотрите, ребята, как все радужно. То есть, ну, надо ездить кулаком, надо ездить на захват. Вот, да, это важно. Короче, давай мы сейчас просто запустим тогда без этих... Как вам? Ну, еще на самом деле простой вариант тоже. С обычной ремкой, с обычной аптечкой, с обычным огнетушителем. Толя, упери имбул. Толя, следующую карту. Давай я следующую карту. Ну, почему многих есть? Талямбанк. Нет, талямбанк. Ну, вообще, еще самый простой вариант, если, ну, действительно нет кредитов, это вот ЕБР. Я вообще всем советую, если вы хотите играть на ЛТ, то в идеале это какой-то ЕБР. Блин. Звук возьми там. А, мам, можно спросить, Толя, а какой процент для тебя есть ЕБР? Обычнество. Так, ребят, берем ЕБР. Так, да. Какая карта Толя, 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 Толя. Толя, карта. Так, карта. И попадаем в команду Кула. Давай затерянный город. Мож, а? Стреляем фугасами на ЕБР. Ну, как они правильный список. Короче, завтра у нас все, а, завтра у нас шериф еще будет, ребят, в команде. У нас три шерифа, танкист. Шотник, танкист Аз и Нидин. Короче, суть шерифа, пока только напишут, куда нам ехать. Суть шерифа какая? Вы, например, попадаетесь вместе с шотником завтра с 12 до 15.00. Если вы его в бою, вы в бою выиграли и больше опыта набрали, вы получаете 300 голды. Но, в бою такие бои, когда шотник занимает первое место по опыту, ну, в некоторых боях победили. И если какой-то боец отличился, шотник его может также наградить 300 голдами. И у нас каждый день будет по три стримера таких шерифа на протяжении всей битвы блогеров. Вот. То лишь похож на шерифера. Ну, а что попасть вместе с шерифом в команду, в какой вы команде должны быть? На самом деле, кстати, кстати, лишать им вопрос такой. Это же считается как командный бой, то есть клановые резервы будут давать огромный буст по кредитам. Нет, ну тогда личные резервы будут давать. Ну, личные резервы, ну, такое себе юзать тут на самом деле. Лаберт, тоже такое себе, как в смысле, тут наоборот надо проверить. Я тебе скажу так, можно, конечно, придумать хитрую, умную тактику, где ты не ешь на минусе, и ты победишь там. Ну, это будет долгий поиск. Ну, во-первых, это можно сделать только через захват. Не, во-первых, это долгий бой. Во-вторых, поверьте, в рандоме, когда к вам забалансилось 7 людей, и вы их не знаете, вы ничего не сделаете нормального в плане страты. И самый лучший вариант – это толпой ездить и убивать одну цель. Плюс, не забывайте, если с вами реально взвод попадается, куда есть взвод, езжайте за ними и играйте большой группой. Потому что вот эти все хитрые тактики без координации – это только красиво звучит на словах. А на деле, это получается, один поехал направо, другой налево, тот сдох, этого подстрелили, ааа, Тима, говно, и все остальное. Да-да, тут всегда, типа, когда даже в киберспорте такое было, типа, не знаешь, что делать, просто едешь, олынишь. Да, а учитывая, что у вас рандомные еще будут игроки все, то самая главная цель – собирайтесь и все вместе, пум, поехали, вынесли, все. Бой выиграли – отлично, бой проиграли – не страшно, идете в следующий бой. Да, и не забывайте, кстати, прикрывать шотных, умоляю. И не ездить в ущерину Ласвере, да? Да, и не ездить в ущерину, но мы еще до других карт не дошли. Корман сказал, что топ-50 кланов за него, что слышал про это Лишан? Ну, я говорю, я поржал над этой новостью, тем более я знаю некоторые топ-кланы, которые входят в топ-50, которые фулл за меня топят. Поэтому вот так все, так все. Неубедительно. Пруфов я этого не увидел. Дима, блин, мне опять жалко. Толян, ты доволен? Да, доволен, вообще полностью доволен. Да ну нахер. Я слышу, ты заплажался. Вообще, что там делают Лишан? А зачем тебе-то поджался? Поджался, я знаю, нужно позиционку вот сюда, тяж обязательно ставить. Есть пробитие. Помогите? Ну, я может, Димса, помочь, ребятки, я помогу. Двухстволку тут, да? Помогает. Дим, залит. А-а-а! Короче, упорываться нельзя, да? Ты куда поехал? Нет, я думал, команда поддержит? Да, ну, поагрессивней. У вас сходка танкистов? Да, да, да. Кстати, двух на тех салки будет в Минск в гости пригласить, да? Да зачем? Не надо. У меня в деревне и так нормально все. Я тут по городе копаюсь. А чего, смотри, Нир, Грани, Флайбер, я, ты. Это жестко вообще все. Потом, кто из Беларуси еще из таких? Рейленс есть, да? Я вроде тоже в Беларуси живу. Ну, Рейленс, сервер, например, кто еще? Короче, можно 8 человек собрать и устроить турнир у меня дома. Майно. А что, разыгрывать будем? Голду? Твою, да. Мою бутылку можно разыгрывать. Нет, еще не... Нет, по поводу... Давай, по поводу модпака быстро еще тем, кто недавно пришел, подошел. По поводу модпака сразу говорю. Если вы каким-то модпаком пользуетесь, это не значит, что надо там его снести и там вот быстрее ему и ставить. Нет, смотрите. По модпаку это первая версия модпака, самая ранняя. Вот. И там нет визуальной составляющей. Визуальную составляющую мы сделаем на сайте. Почему нет в самом модпаке? Ну, как вы привыкли, устанавливайте там картинки вам, подсказки. Почему нет? Ее сделать... Это нужно время. Ее сделать не так уж легко. Вот. И мы хотим сделать хороший, качественный модпак. Ну, главное... На что упор сделали? Главное сейчас запустить моды, которые не грузят компьютеры, чтобы люди использовали там хп-команд. Есть вот такая фишка, кстати. Ну, еще там разные моды и есть вот такие настройки, предустановки. Ну, частенько на стримах спрашивают. Так, Толик, покажи настройки. Толик, какая СНСА? Это какая СНСА? И вот, например, заходишь, я не знаю, ну вот к Толику заходишь, да? Вот. Параметры. Аркадный прицел, скорость. Снайперский прицел, скорость. Это моя, это его. Артиллерийский прицел. Некоторые говорят, да какая разница, если настройки мышки в компьютере другие. Вот здесь DPI мышки указаны, каждый должен знать, какой у него DPI, вот. И уже от этого, от этого уже. Дим, почему ты не поговорил с JustMTV, чтобы он вступил за тебя? Ведь он тоже стример. Ответь на мой вопрос, пожалуйста. Смотри, по поводу Джастика, мне этот, написал сегодня, кстати, этот, кто же мне написал, блин? Танкистас мне сегодня писал по поводу него. Типа, он там на тебя обиделся, потому что ты не поблагодарил за прошлую битву блогеров. Но я говорю, опять же, то есть я не могу за всеми каналами уследить, за всеми вообще, кто есть в танковой сфере. И уровень нагрузки совершенно другой, и ты, я бы сразу, если мне, я говорю, если я ходил по всем каналам и за всеми следил, я был бы рад, потому что у меня, значит, это было бы у меня дохрена свободного времени, вот. Ну, я был бы рад, если бы он вступил там за меня, играл бы, с удовольствием с ним поговорил. Но я тебе говорю, ты за всеми не можешь уследить. Когда у тебя, тем более, там, сколько этих кормовчан, целая армия. Все, стрим заканчивается. Увидимся. Когда? Когда? Правильно. Увидимся сегодня у Грани и завтра уже с утра. Всем пока, ребят. Все ссылки в описании по стриму. Не забывайте подписываться на канал и группу ВКонтакте, и в сообщество на Ютубе чекайте. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok